В Азове сорваны сроки выполнения работ в рамках программы «Комфортная городская среда». С начала реализации проекта представители управления ЖКХ убеждали азовчан в том, что все работы будут выполнены вовремя. Сейчас, в принципе, они входят в тот график. Я должен напомнить, что график у нас такой, что на два дома, два дома – это Красноуровская 39 и Петровская 48А-48Б дворовые территории – должны быть завершены до 1 октября. Это, согласно, графика между заказчиком и подрядчиком. Что касается трех дворовых территорий – это Кондорова 36, 38 и Инзинская 5А-7В, срок окончания работ – 1 ноября. Судя по тем темпам, по объему работ и по тем графикам, которые представил сегодня подрядчик, как бы особых опасений, всрывы на работу, допустим, вот я как строитель не вижу. Несмотря на громкие заявления, строительные работы, которые должны были завершить больше месяца назад, ведутся во дворах азовчан до сих пор. Чтобы выяснить, не повлияют ли неблагоприятные погодные условия на качество выполняемых работ, мы попытались связаться с заместителем начальника управления ЖКХ Николаем Дроздом. Но вести диалог с корреспондентом он отказался. Николай Иванович, я хотела вас предупредить, что наш разговор записывается, и хотела бы получить комментарий на следующий вопрос. По какой причине? Через пресс-службу администрации города. Может, вы все-таки послушайте мой вопрос? Рассказать о проблемах, которые возникли при реализации федеральной программы, решили горожане. По словам азовчанки Валентины Островской, Николай Дрозд рекомендовал жителям не вмешиваться в процесс ремонта их собственного двора. Ну, вот сегодня сказал мне ваше собачье дело, и не мне, а нашему председателю ТСЖ. Пусть делают в грязь, вода, дождь, вот пусть сейчас зарывают все деньги, землю. Это хорошо, что не их нет. А государственным можно зарыть землю. А что мы делать будем в этом месту, я не знаю. Местные и региональные власти объясняют срыв сроков выполнения работ изменением порядка финансирования, которое произошло в этом году, и рекомендуют горожанам альтернативные пути решения сложившейся ситуации. Подняли вроде все, и прокуратуру, и Майер приезжал два раза, 18 ноября и 25 ноября. Дельного, все-таки министр области, хоть бы что-то он дельное предложил, он абсолютно ничего дельного не предложил. Он предложил или кредит взять, или деньги не платить ресурсоснабжающим организациям, а заплатить поповяну. Вы понимаете, такое предложить, когда у нас миллионные долги коммунальщиков. Потом сказал так, займите деньги у поповяна, вроде у него объявились откуда-то деньги, а ему потом вроде федералы дадут. Я вообще не знаю, ну какой-то беспредел, я вообще иначе не назовешь никак. И вот сейчас мы в таком дерьме, как были с 13 июня, и вот мы все месяцы замурованы. В общем, нас лишили права на жилье от и до. Завершить работы подрядчик пытается, несмотря на то, что наступила зима. Строителей не смущает плохая погода, и в дождь, и в снег они продолжают благоустраивать территории. Сегодня, например, во дворе дома номер 48А и 48Б по Петровскому бульвару проводилась укладка асфальта. Это департамент нашего ЖКХ, Дрос Николай Иванович сказал, что вы свою долю вложили уже, вам постелили асфальт. А это как бы государственное дело, государственные деньги, не ваше дело, пусть не мешайте работе, пусть стелят асфальт. Вот так нам было сказано. А вы, как считаете, возможно ли асфальт положить в такую погоду? Может быть, есть какие-то новые технологии, о которых люди не знают? Ну, дело в том, что, когда мы посоветовались с стройконтролем, он сказал, в такие погодные условия асфальт не ложится. А нас принуждают к этому. Ну, не ложится же нам под каток, чтобы не делали работу. Спустя час после общения с горожанами нам все-таки удалось встретиться с ответственным за реализацию программы Николаем Дроздом. В противовес представителю строительного контроля Николай Дрозд заявил, что, несмотря на дождь, работы не будут приостановлены. Мы решили, что да, нужно укладывать асфальт на Петровском 48А-48Б сегодня. И сегодня будут работать все бригады. Почему? Потому что на завтра прогнозируют ливневые дожди. А что такое ливневые дожди? Это оно промокнет, и тогда нужно, чтобы оно высохло в определенный промежуток времени. Поэтому для нас это самые благоприятные условия. Тем более, там есть дорожники, бригадиры, мастера, которые работали. И сегодня я утром у них специально спросил, вы как считаете, как специалисты, это допустимо? Они сказали, Николай Иванович, да. Это в нынешних условиях допустимо. И будет ставить асфальт, ничего с ним не будет. Несмотря на заверение о том, что из-за нарушения технологии строительства качество работ не пострадает, многое из выполненного во дворе на Петровском бульваре уже требует замены. Плитка вот эта, которая вот возле магазина Любушки, мы вот с членом правления подходили к работникам, говорили, куда вы кладете, прямо на лед, рыбы ли, льда. Вот они над нами начали смеяться, работники. Вот, и когда Майя приезжал, мы ему об этом сказали. Он по повяну сделал замечание, что почему твои работники так разговаривают с жильцами. Вот, в результате буквально, когда пошел дождь, вся плитка опустилась. Вот то, что видно. Вот сейчас все ходят по проваленной плитке. Исправлять некачественно проведенный ремонт будут весной. Что касается нынешней ситуации, да, плитку тоже сейчас ложить очень сложно, поэтому ее ложат тоже, как бы, при определенных условиях. Стараются, как бы, повыгребать весь лед, потом проложить по эти самые поребрички, протрамбовать и потом ложить плитку. То есть, есть определенная технология, и вот действительно, в нынешних условиях, если даже соблюдать, может быть, какие-то изъяны. Но эти изъяны тоже будут абсолютно все упразднены или устранены по результату, ну, после наступления весны. Общий гарантийный срок, в течение которого подрядчик будет устранять последствия некачественного ремонта 5 лет.